Всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим довольно интересную модификацию Pyraminx, которая называется Magic Tower. Ранее мы с вами уже рассматривали Magic Tower 3х3, Magic Tower 4х4, сегодня уже рассмотрим более сложную версию Magic Tower 3х3, в которой у нас еще могут вращаться центры. Сейчас вообще появляется очень много циркулярных головоломок, это циркулярный кубик 2х2 и циркулярный кубик 3х3, по-моему даже 4х4 есть. И каждая эта головоломка очень сложная, потому что в время вращения у вас проворачиваются еще центры, которые в обычных головоломках не проворачиваются. Поэтому посмотрим, насколько циркулярный Magic Tower сложнее, чем обычные Magic Tower. И также я вам покажу, как эта головоломка решается. Перейдем к обзору. Головоломка циркулярный Magic Tower, давайте ее раскроем. Идет на довольно простой коробке, в наборе у нас сама головоломка и инструкция. С одной стороны инструкция на китайском, с другой стороны инструкция на английском. Но после этого видео инструкция вам не понадобится, вы и так сможете собрать Magic Tower циркулярный. Сама пирамидка, по сути дела, является модификацией Magic Tower. Единственное, что в Magic Tower у нас не было вот этого круга. У нас вот эти вот элементы были цельными. У нас был центр, и вот этот был цельный элемент. Но в данном случае у нас чуть более сложная версия. Если мы будем ее запутывать, и таким образом, когда мы запутываем головоломку, у нас разбираются и центры. То есть если я буду вращать вот эту часть, у нас будет вращаться и круг. Если мы пробуем собрать как обычный Magic Tower, мы соберем все, мы соберем центры, но при этом вот эти лепестки, они будут разобраны. Поэтому на последнем этапе нам необходимо будет по местам расставить еще лепестки. А купить самые интересные и необычные модификации и пирамид инксов, и не только, вы можете в отличном магазине головоломок cccstore.ru. В этом магазине вы найдете абсолютно любые кубики рубика, от 2х2 до 21х21, от бюджетных моделей до топовых. Любые модификации этих кубиков и все, что связано с тематикой спидкубинга. Широкий выбор аксессуаров – это маты, смазки, таймеры, запасные детали. Большое разнообразие различных необычных головоломок – это мегаминксы, пираминксы, мегаморфиксы, пираморфиксы и различные модификации. А также магазин cccstore объявляет соревнования по спидкубингу Moscow Summer Face 2023, который пройдет на день московского спорта в Лужниках. Будут три дисциплины – кубик рубика 3х3, кубик рубика 2х2 и пираминкс. Для участия в соревнованиях вам необходимо заранее зарегистрироваться, ссылка на сайт будет в описании. В описании оставлю ссылку на магазин cccstore и более подробную информацию о соревнованиях. Теперь я вам покажу, как собирается циркулярный Magic Tower. На первом этапе мы должны собирать его как стандартный пираминкс. Для этого я обычно начинаю с синей стороны, нахожу синие уголки, вот один синий уголок, вот второй синий уголок и вот третий синий уголок. Соответственно, синяя сторона будет находиться вот здесь. Поворачиваем уголки. Далее нам необходимо подогнать синие ребра. Вот у нас одно синий ребро уже стоит на своем месте, синий-зеленый, но здесь должно находиться синий-красный, потому что здесь у нас синий, здесь красный. Соответственно, нам необходимо сюда поставить синий-красный ребро, таким образом мы выгоним синий-зеленый. Где он синий-красный? Вот здесь он у нас. Ребро ставится при помощи стандартной формулы Piff-Paff. Синий-красный ребро должен находиться вот в этом месте. Мы подгоняем синий и красный ребро, и синий должен быть направлен на нас. То есть мы будем его пускать вот на это место. Выполняем следующим образом. Левый вниз, правый вниз, левый наверх, правый наверх. Ребро стало на свое место. Далее находим следующее ребро, и таким образом мы выгоняли синий-зеленый. Соответственно, мы можем поставить уже синий-зеленый на свое место. Делаем все точно так же. Синий смотрит на нас, необходимо поставить сюда. Левый вниз, правый вниз, левый наверх, правый наверх. Готово, поставили. осталось только синий желтое ребро вот он здесь находится но здесь она уже будет аXо dangers правой стороны потому что правый смотрит на нас нужно поставить вниз право вниз лево вниз право наверх лево наверх готова мы по сути дела сейчас уже собрали синюю сторону мы не обращаем внимание на центр не обращает внимание на лепестки теперь собранную сторону опускаем вниз и тогда нам необходимо по своим местам расставить ребра и вершину у нас один два три ребра и 1 вершина все выглядит так будто у нас ребра стоят на местах, но вершины неправильно повернуты. На самом деле мы поворачиваем вершину, нам необходимо поменять местами ребра. Делаем следующим образом. Мы берем сейчас зелено-красное ребро, опускаем, прячем его и подгоняем его место. Вот его место, ставим его на место. У меня деталь отвалилась, но потом поставим на место. Далее подгоняем следующее ребро, еще одна деталь отвалилась, тоже поставим на место. Ставим на место. У меня все разваливается. И поднимаем. Готово. Мы собрали пираминкс, но теперь нам необходимо поставить свои элементы по своим местам. Единственное что, у меня выпало три элемента. Я не знаю, какие откуда выпали. Головоломка вроде бы неплохо вращается, но очень легко распадается. Я хотел не заострять внимание на этапе сборки пираминкса, но раз начал, покажу уже последнюю ситуацию, которая у вас может возникнуть. У вас все элементы стоят на своих местах, но два элемента повернуты неправильно. То есть он стоит на своем месте и он стоит на своем месте, но они развернуты. Делаем следующим образом. Выполняем пиф-паф. 1, 1, 1, 1. То есть мы выполнили стандартный пиф-паф. Далее перехватываем и выполним два пиф-пафа. И еще один пиф-паф. Готово. Теперь стандартный пираминкс у нас полностью собран. Все элементы стоят на своих местах, все элементы правильно повернуты. Следующий этап. Нам необходимо расставить по своим местам центры. В данном случае они правильно стоят. Давайте запутаем. Теперь центры запутаны. Необходимо расставить их по своим местам. Для этого делаем следующую формулу. Находим два центра, которые мы будем менять. Красный, синий и желтый, зеленый. И выполняем три пиф-пафа. 1, 2 и 3. Все. Центры бы своим местам расставили. Остались только лепестки. Здесь ситуация чуть более сложная. Когда мы будем выполнять формулу, опять же, состоящую из пиф-пафов, у нас будут меняться следующие элементы. Вот эти два лепестка у нас будут переходить вот сюда. А вот на их места будут приходить вот эти лепестки. Давайте попробуем это сделать. То есть вот эти два лепестка мы сейчас переместим на синюю сторону. Вообще, сколько я не решал, мне всегда достаточно было выполнить формулу два раза. И у меня все расставлялось по своим местам. Давайте проверим. Вот эти два у нас сейчас пойдут сюда. Выполняем следующую формулу. Три пиф-пафа. Один, два и три. Теперь необходимо выполнить перехват. Чуть более сложно, чем в прошлый раз. Нам необходимо вот эту сторону опустить вниз, а вот эту сторону поднять наверх. То есть мы вот так перекручиваем. Есть, перекрутили. Теперь выполняем опять же три пиф-пафа. Один, два и третий. Готово. У нас в итоге вот эти два элемента ставили свои места. Смотрим, что у нас еще осталось. Если мы сейчас выполним опять ту же формулу, у нас вот эти два зеленых перейдут на свои места. Вот эти два элемента перейдут вот сюда, а вот эти два элемента перейдут на свои места. Таким образом мы полностью соберем головоломку. Давайте еще раз выполним ту же формулу. Один, два, три. Теперь перехватываем так, что у нас лицевая сторона окажется внизу, а нижняя сторона окажется лицом к нам. Все, мы собрали Magic Tower. Как видите, головоломка максимально простая, и здесь пользуется стандартная формула от пираминкса и подобных головоломок. Может, собирали обычный Magic Tower, и там все собиралось таким же образом, единственное, что не было последнего этапа с лепестками. На мой взгляд, Magic Tower 4х4 гораздо сложнее, чем то, что мы собирали сегодня. Но при этом циркулярные версии кубиков 2х2, 3х3, 4х4 гораздо сложнее, чем циркулярная версия пираминкса, Magic Tower в данном случае. Единственное, что время вращения, оно очень легко распадается. Если быстро ее крутить, почти наверняка у вас элементы начнут выпадать. Хотя нет, сейчас не выпадает, но как видели... Вот, как видели, время съемки видео, у меня выпадали элементы. Вот сейчас выпал элемент, нужно его поставить на место. И такое здесь происходит постоянно. Возможно, стоит закрутить, но я боюсь, что если закручу, тогда у меня хуже будет вращаться, поэтому я не стал этого делать. Просто нужно ее медленно вращать. Тем не менее, головоломка довольно интересная, можно посмотреть, как она устроена, разбирается максимально просто. Строение отличается от стандартного пираминкса, так как у нас в пираминксе закреплены вершины, здесь закреплены центры, и центры не вращаются относительно центрального шара. Они закреплены. Это довольно интересно, потому что обычно в головоломках вот эти элементы могут проворачиваться. Здесь они не проворачиваются. Подводя итоги, могу сказать, что циркулярный Magic Tower совершенно не сложная головоломка. Все решается одной формулой, это пиф-паф. Только ее необходимо выполнять разное количество раз в разных ситуациях. И где-то нужно перехватывать, где-то не нужно перехватывать. Поэтому головоломка совершенно не сложная. На мой взгляд, циркулярный Magic Tower 4х4 намного более сложная, намного более интересная головоломка. Тем не менее, мы сегодня разобрали циркулярный Magic Tower. Возможно, в одном из следующих видео разберем циркулярный 2х2, циркулярный 3х3. Пишите в комментариях, стоит ли это делать. И надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Если это так, не забудьте подписаться на мой лайк-канал. Ссылка не будет в описании. Также в описании ссылки на все остальные социальные сети. И на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока. Спасибо за просмотр.